Накануне метрополита Ташкентского и Среднеазиатского Викентия совершил малого освящения храма во имя преподобного Ильи Муромского в одном из реабилитационных центров фонда «Город без наркотиков» под Екатеринбургом. Рассказывает Светлана Ладина. В реабилитационном центре фонда «Город без наркотиков» на изоплите метрополита Ташкентского и Среднеазиатского Викентия встречают как дорогого гостя. Владыка много лет возглавлявший Екатеринбургскую епархию и раньше бывал здесь. Общался с реабилитантами, поддерживал фонд своими молитвами и архипастерским благословением. Я же помню, как мы с ним в 2000 году приехали сюда. В 2000 году приехали, он до ночи сидел с каждым, всем гостиницу привез, с каждым парнем поговорил, с каждым вот так глядя в глаза. Он всегда нас поддерживал, всегда помогал в самые тяжелые времена. Это очень доброе дело, очень важное дело, нужное дело. Человек страждет, мучается, нет им помощи. Если бы не было вот такого фонда, да, там, может быть, какие-то были нарекания, какие-то были, может быть, не совсем, ну, какие-то там ошибки, может быть, да, это все бывает в начале своего служения. Но цель главная была очень хорошая, о том, чтобы избавить человека от того, от этого пристрастия, от той привязанности, которая его мучила, который он был в рабом этого. Первым делом Владыка Викентий посещает так называемый карантин, где происходит начальный этап реабилитации наркозависимых. О том, насколько людям нужен храм Божий, кажется, и говорить не приходится. И все же вопрос, зачем реабилитационному центру храм, мы задаем президенту фонда «Город без наркотиков» Евгению Ройзману. Как зачем храм? Пусть у нас будет свой храм, потому что у нас есть люди верующие, тянутся, которые ищут опору, ну, которые ищут себе опору в Боге и, в общем-то, правильно делают. Мы с Владыкой договорились в свое время осветить его в честь Ильи Муромца. И история, в общем-то, понятная, что Илья Муромец за 33 лет сиднем сидел на печи, а потом исцелился с Божьей помощью и очень много пользы Родине принес. Ну и, дай Бог, такой, понятный же совершенно тренд, понятный посыл. И очень хорошо, что Владыка выкроил свободную минуту и помог нам. И осветил. Очень приятно, что это именно он освящал. Его здесь любят все. Храм во имя преподобного Ильи Муромского строили сотрудники фонда, сами реабилитанты и их родители. Кстати, заметим, что это единственная в Екатеринбургской епархии церковь, названная в честь святого инока-богатыря. Сегодня митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викенти совершают малое освящение храма. Спасибо вам за труды, потому что очень хороший храм получился. И не большой, и не маленький, но очень местимый. И я думаю, что многие люди, которые здесь лечатся, приобретут ту силу Божию, которая будет помогать им избавиться от этих недугов, этой пристрастии, от этой зависимости, которая мучает человека и его делает рабом своей страсти. Духовным окормлением репилитантов занимается протеерей Алексей Долгорук. Батюшка говорит, что хотя в центре собрались люди самых разных взглядов и религиозных убеждений, на контакт со священником они идут охотно. Кто-то огранируется беседами, а кто-то доходит и до исповеди. Наркомания, алкоголизм — это самые тяжелейшие недуги. Они настолько человека парализуют и уничтожают, что пока даже речи о какой-то там духовной жизни, нравственной, она вообще не стоит. Надо хотя бы немножко, как говорится, даже не в божеский сначала, а в человеческий вид привести. Привести их сначала в человеческий вид, чтобы как-то люди научились видеть, дышать, слышать, разговаривать, понимать. А уже постепенно, я надеюсь, и начнется духовная жизнь у этих людей. Да, я верю, что Бог есть. Я знаю, что Он мне должен сейчас помочь, потому что я к Нему обращаюсь. Больше помочь некому. Я думаю, все, кто здесь оказался, придут к этому потихонечку. И то, что здесь церковь построена, осветилась, я думаю, процентов 90-х будут ходить. Окрестные жители также смогут посещать храм во имя преподобного Ильи Муромского. По мнению отца Алексея, именно они и составят храм общины. Что же касается реабилитантов, приехавших сюда из разных городов России, полученный здесь опыт церковной жизни поможет им по возвращении домой влиться в православные общины, действующие по месту их жительства. И это станет самым надежным средством защиты от возвращения прежним страстям.